Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор игроподкомпании Тегмирусами, я Артур Идиатурин. Апрельское заседание Европейского Центрального Банка, которое намечено на этот четверг, имеет все шансы стать фактором укрепления для евро-доллара. Все дело в том, что на мартовском заседании президент ЕЦБ Кристина Лагард совершенно недостаточно расписала планы по сглаживанию последствий шока, вызванного коронавирусом, именно планы со стороны ЕЦБ, как он будет действовать. Возникшая своеобразная недосказанность в критическое для экономики время стала источником риска премии для евро, это негативный фактор для курса евро-доллара. Я напомню, что риск премии, это когда инвесторы начинают требовать большую доходность по активу, который они держат, соответственно, часть инвесторов, которых не устраивает эту доходность, начинает забрасывать этот актив, и цена актива снижается до того уровня, на котором она начинает включать риск премии. Поэтому рост риска премии обычно негативный фактор для цены актива. Уточнение руководства ЕЦБ на апрельском заседании, в том числе детали по новой антивирусной программе скупки активов, могут уточнить, устранить неопределенность для евро и вызвать дополнительный рост европейской валюты на фоне ослабеющего доллара. Новая программа пандемическая по выкупу активов объемом 750 миллиардов долларов. Это временная программа о покупке активов, ценных бумаг частного и государственного сектора, которые больше всего пострадали от шока вызванного коронавирусной инфекцией. И цель этой программы для того, чтобы улучшить, повысить эффективность монетарной трансмиссии, трансмиссии монетарных решений Европейского Центрального Банка. Так поэтому двумя ключевыми аспектами апрельского заседания ЕЦБ, на которые стоит обратить внимание, это как раз таки вопрос расширения этой пандемической программы, программы скупки активов, и ясность изложения Кристин Лагард планов Европейского Центрального Банка по спасению экономики. По сравнению с ФРС, ответ ЕЦБ был гораздо более умеренный. На графике, который представлен на ваших экранах, вы видите, активы на балансе Европейского Центрального Банка и активы на балансе ФРС. Видно, что с приближением к коронавирусному кризису ФРС действовал достаточно быстро и резко, возможно, даже непропорционально. Активы на балансе резко увеличились, в то время как ответ ЕЦБ был гораздо менее интенсивный. И хотя снижение ставок, процентных ставок, увеличение программы количественного смягчения в норме должны вести к ослаблению национальной валюты в условиях отсутствия перспектив для кредитной экспансии, для увеличения кредитной активности, То есть, когда предложение кредитов со стороны банка сокращается, сокращается и спрос на кредит со стороны населения, когда падает эта кредитная активность, а это как раз и есть основной источник расширения денежного предложения в экономике, Адекватная или даже масштабная поддержка со стороны Центрального банка работает скорее наоборот как фактор укрепления национальной валюты. Например, это возможно, когда действие Центрального банка направлено на то, чтобы снизить напряженность на рынках финансирования, как сделал это ФРС. ФРС как раз таки в процессе увеличения активов на балансе, в процессе монетарной экспансии в марте, можно заметить, что доллар вел себя контрактивно, он не снижался из-за того, что ФРС наращивал активы на балансе, смягчал кредитные условия, а наоборот рос. Поэтому такие сложные ситуации, некоторые привычные связи между поведением валюты и действиями Центрального банка, они могут теряться, заменяться на другие. Программа пандемическая от ЕЦБ, которую мы говорим объемом 750 миллиардов долларов, она может быть увеличена как и вширь до 1,250,000,000,000 евро, так и вглубь. То есть она будет включать в покупки ценных бумаг, облигаций, так называемых падших ангелов, то есть компании, которые потеряли инвестиционный рейтинг, которые скатились в спекулятивные, точнее бумаги по ним. Если ЕЦБ объявит об этом в апреле, то есть в четверг, это будет большим фактором укрепления для евро, как раз таки из-за того, что это риск премии, из-за возникшей неопределенности, в плане того, что сможет ли ЕЦБ адекватно ответить на коронавирусный шок, этот риск премии снизится, соответственно, евро должно будет расти в цене. Однако, учитывая, что прогнозы, обновленные по европейской экономике, выйдут только в июне, расширение данной программы, оно может быть отложено тоже до июня, до июля. Одним из простых, но полезных индикаторов риска для европейской экономики является доходность итальянских облигаций. Видно, что она снизилась с 2%, она доходила до 2%, сейчас она составляет 1,7%. Это говорит о том, что беспокойство несколько ослабло по европейской экономике. Это снимает давление, снимает такое вот некоторое ощущение срочности. А у ЕЦБ, в плане того, что он должен расширить вот эту пандемическую программу скупки активов, помочь странам, в том числе Италии, но все равно, если ЕЦБ даст сигнал о том, что пандемическая программа скупки активов, она будет увеличена в июле, как-то модифицировано, это будет такой умеренный, позитивный фактор также для европейской валюты. Что касается пресс-конференции Кристин Лагард, внимание стоит обратить на комментарии, связанные с прогнозом по инфляции, экономическим ростам, что касается процентных ставок и длительности программы количественных смягчений. В марте Кристин Лагард удивила рынки нейтральным таким заявлением, что инфляция, как ожидается, вырастет в среднесрочной перспективе, это нейтральное заявление было сделано в разгар коронавирусного кризиса в марте. Поэтому если ЕЦБ, если Лагард скорректирует позицию по инфляции в четверг, заявив, что ЕЦБ отдаляется от цели по инфляции, это займет больше времени, чтобы прийти к цели по инфляции, это является базовым сценарием, но это не должно удивить рынок. По процентной ставке в программе количественных смягчений изменений не ожидается, как комментариев по ним, по того, как они будут меняться. Комментарий касательно экономического роста, как ожидается, будет фокусироваться на констатации резкого замедления экономики, это также не ставит сюрпризом. В целом, торговая идея по заседанию в четверг, это сможет ли Лагард победить рынки в том, что огневая мощь ЕЦБ достаточно, что он готов ее использовать, сможет ли она исправить те ошибки коммуникации, которые у нас сделаны на мартовском заседании. Сокращение дистанции между процентными ставками ФРС и ЕЦБ, снижение неразборчивого спроса на доллар, который наблюдался как на защитный актив, сейчас обуславливают фундаментальные преимущества евро на доллар в среднесрочной перспективе. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в 5 дней.